Всем привет! С вами Елена на канале Косметическая Кухня Бьюр, на котором я делюсь секретами приготовления натуральной косметики. На сегодняшнем видеоуроке я поделюсь рецептом не косметического средства, а покажу как приготовить натуральную соевую свечу в домашних условиях. Для этого вам понадобится всего три составляющих, а также красивая емкость куда вы перельете свечу. Стоимость 100 граммовой соевой свечи будет не выше 50 гривен, в то время как в магазине они продаются в два или три раза дороже. Давайте же быстрее приступим к приготовлению и я расскажу все особенности работы с соевым воском. Сейчас на моем столе вы видите минимальный набор компонентов, которые потребуются для изготовления соевой свечи. Это натуральный соевый воск, фитиль, емкость которой мы будем переливать свечу, гипоаллергенная одушка, золотой глиттер для украшения, а также емкость которой мы будем плавить соевый воск. Купить все эти компоненты вы можете в интернет-магазине Бьюр с доставкой страны мира. Итак, готовлю я сегодня свечу весом 100 граммов, которую я буду заливать в красивую коричневую емкость, закрывающуюся крышечкой. На самом деле, если вы готовите свечу с отдушками, баночку можно не закрывать, используя, скажем, любой стакан, который есть у вас на кухне. Если же вы готовите свечу с эфирными маслами, для ее хранения лучше использовать баночку, которая закрывается крышечкой. То есть, используете свечу, крышечку снимаете, а когда храните крышечку закрываете, потому что эфирные масла очень летучие и запах может испариться еще до использования всей свечи. Итак, начнем же приготовление для этого. В большую и, главное, широкую емкость я насыпаю 100 граммов натурального соевого воска. Как вы видите, для расплавления 100 граммов воска я использую стакан емкостью 500 миллилитров для того, чтобы воск быстрее расплавился. И затем я отправляю данный стакан на водяную баню. Соевоск лучше всего плавить именно на водяной бане, ведь в микроволновой печи момент расплавления и перегрева можно легко упустить и воск может закипеть прямо в стакане. Температура плавления соевого воска достаточно низкая, составляет от 45 до 55 градусов Цельсия, поэтому он очень быстро станет жидким на водяной бане в слегка кипящей воде. Для ускорения момента расплавления можете накрыть стакан блюдцем или вещевой пленкой. А пока воск плавится на водяной бане, мне необходимо закрепить фитиль в баночке. Для этого его очень удобно приклеить за держатель к самому дну баночки. Что для этого можно использовать? Есть специальные такие силиконовые прозрачные липучки, которые продаются в магазинах. Или, если у вас нет такой липучки, что же вы можете использовать? Самый обыкновенный двусторонний скотч. После того, как вы приклеили фитиль к баночке, как вы видите, он держится на дне, нам не необходимо зафиксировать его посередине баночки. Для этого можно использовать, опять-таки, специальный держатель. Или для тех, у кого его нет дома, вы можете использовать самую обыкновенную прищепку и ею фиксировать фитиль посерединке. В результате после закрепления фитилечка мы получаем вот такую картину. Прищепка держит его посерединке. Как вы видите, сам фитиль натянутый, а его основание приклеено к середине. Пока мы подготавливали емкость для нашей будущей свечи, воск уже расплавился на водяной бане и результат у меня получилась вот такая вот жидкость. Перед тем, как добавлять отдушки или эфирные масла, рекомендуется дождаться, чтобы температура воска снизилась ниже 50 градусов Цельсия. После чего можно ее ароматизировать. Я для своей свечи буду использовать гипоаллергенную одушку под названием Baby Powder в количестве 5 граммов. То есть на 100% рецепта мы используем примерно 5% ароматизатора. Данная одушка имеет легкий, ненавязчивый, сладкий, но при этом совершенно неприторный аромат. Название Baby Powder полностью соответствует ее запаху. Для дозирования отдушки вы можете использовать весы или это также очень удобно делать с помощью пипетки Pastera. Пипетка Pastera имеет градуирование и, как вы видите, в нее помещается не более 3 мл. Поэтому с помощью пипетки я набираю отдушку и очень тщательно размешиваю ее в расплавленном соевом воске. И вы не поверите, но на этом приготовление натуральной соевой свечи, которая стоит кучу денег в магазине, закончилось. Сейчас я аккуратно переливаю мою смесь в баночку, поправляю фитиль, если это необходимо, и оставляю свечу застывать. Ароматизировать свечи можно отдушками или эфирными маслами. Процент ввода ароматических веществ в свечи варьируется от 2-3 до 7-8%. Главное помнить, что если вы используете синтетические отдушки, их лучше вводить до 5%, чтобы не получилось слишком сильного аромата. А вот эфирных масел можно вводить больше до 7-8%. После того, как свеча немножко застыла, я обрежу основную часть фитилька. После чего я аккуратно сниму прищепку. Как видите, когда фитильочек короткий, он не заваливается в стороны. Если мы оставим его длинным и снимем и уберем прищепку, фитиль сразу же упадет. Сейчас же он держится посерединке. Мы можем взять вот такой вот красивый золотой глиттер и аккуратненько посыпать свечу сверху для декорирования. Посыпаю я глиттер именно на моменте застывания, для того, чтобы он имел сцепление с воском и не осыпался со свечи. Если же насыпать глиттер в полностью расплавленный воск, тогда есть очень высокая вероятность того, что он просто осядет на дно. А на этом приготовление моей свечи закончилось. Теперь мне осталось оставить ее на ночь для того, чтобы воск полностью застыл и затем ее можно будет использовать. Как вы видите, на приготовление такой свечи я потратила не более 15 минут и около 60 гривен, как себестоимость всех компонентов. Помните, что свечи из соевого воска горят намного дольше парафиновых аналогов и будут радовать вас не один вечер. Экспериментируйте с различными ароматами, а также с цветами свечей и теми емкостями, куда вы будете их переливать для того, чтобы создать красивые декорации именно у вас дома. А на этом приготовление закончилось. С вами была Елена и до встречи через неделю. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!